сочи по-прежнему такая у нас зима как видите пасмурная погода немножечко капает снег мой снег дождь и господин какой снег совсем заговорился отъезжая от офиса смотрите ребят есть такое мнение что адлер это какая-то знаете такая некая деревня да вот и скучно что тут вот чего людей сюда заставляет ехать а не только отдыхать но и жить вот допустим я только центр там рассматриваю или там другие какие-то районы но на самом деле давайте зададимся несколькими вопросами что вообще в адлере есть то есть почему он все-таки притягивает людей ну во-первых конечно же из инфраструктуры мы не будем допустим обсуждать насколько он ровный насколько здесь удобно ходить пешком что там допустим никаких нету гор там да и так далее ну в отдельных конечно районах района адлерского конечно такое есть но основном конечно это преимущество это то что равнина вот но несмотря на то что адлерский район кому-то нравится нет удобства в нем в том что здесь есть свой аэропорт то есть если вы приезжаете просто в город сочи да и там допустим проживаете там в лазарском районе то вам еще надо добираться в этом как бы есть свой плюс также есть же здесь железнодорожный свой вокзал что в принципе очень удобно и для наших родственников которые приезжают к нам достаточно как бы рядышком мы там проживаем ну и даже если бы мы проживали в любой точке микрорайона адлерского то все равно удобнее чем куда-то переться через центр и так далее в самом адлерском районе он достаточно большой есть прекрасная олимпийская набережная но наверное все согласятся что это считается самая лучшая набережная и а по оборудованию и по чистоте и по инфраструктуре что там находится рядом олимпийский парк что там рядом есть сочи парк для детей которые смогут так так сказать и поиграться да и это же как диснейленд то есть зашел туда и ваш ребенок будет рад там до безумия так далее то есть это в первую очередь как бы инфраструктура инфраструктура который кстати говоря едут со всего сочи жители которые проживают самом адлерском районе также у нас надо не забывать что есть спортивные комплексы да ну достаточно много да в сочи сочи парк отели там бархатные сезоны и в общем очень-очень много всяких профилакторий всевозможных допустим там гостиницы и много много всего разного также здесь у нас есть дельфинарий есть океанариум и есть один из плюсов это границы с абхазией ну чем это плюс для кого-то может быть плюс для кого-то минус то что как бы рядышком границы но во первых очень много туристов которые едут в абхазию и допустим изначально и остаются в адлерском районе потому что ну или заедут в абхазию обратно оттуда едут потому что все-таки здесь более развитая инфраструктура для отдыха и так далее это создает такой момент туристической направленности да то есть все больше здесь сосредоточено туристов и это значит работа это значит и прибыль это значит и бизнес и все так далее горнолыжный курорт он тоже здесь находится соответственно сам адлерский район очень удобен тем кто допустим работает курортом но к примеру те же самые взять там обслуживающий персонал который может работать в летний период времени на побережье а в зимний период времени на горнолыжном курорте это создает тоже рабочие места ну и соответственно во всей инфраструктуре там будь то водителем будет тот таксистом и так далее так далее то есть все равно в адлерском районе как бы все равно жизнь кипит и она не не умолкает в самом адлерском районе в центре допустим есть два кинотеатра то есть все которые новиночки у нас выпускаются соответственно там все это выходит есть торговые центры такие как мандарин апельсин сити плаза новый век принципе ездить никуда не надо то есть вот я по крайней мере в адлерском районе живу у меня нет необходимости ездить там в центр за какими-то покупками все здесь в принципе есть поэтому это полноценный так сказать автономный так сказать район где все сосредоточено и наоборот в адлерский район многие уже повторюсь приезжают чтобы допустим и отдохнуть и улететь и допустим там сесть на железнодорожный вокзал там ну как бы совсем где удобнее да вот соответственно здесь в адлерском районе есть не только курортные места где ну то есть где либо отдыхают только да здесь есть и спальные районы вы их видите и на моем канале очень часто их показывают то есть там микрорайон вот чай совхоз где мы сейчас едем здесь все школы садики вот таких спальных районов которые подальше так сказать от курортной местности есть и здесь достаточно люди себя комфортно чувствуете при этом мы находимся как бы в этих спальных районах на равнении это даже не горы вот такое мнение по поводу адлерского района по поводу того что это деревня обязательно жду ваши комментарии по этому поводу что вы считаете про адлерский район какой вы считаете район для себя наиболее интересным и действительно ли адлерский район можно назвать деревне все всем пока и и и и и и и